Герман Греф заявил, что хочет полной приватизации банка. Необычность сообщения в том, что заявление сделано через немецкое издание. Греф рассказывает немцам, что необходимо избавиться от излишнего участия государства в экономике, а также предупреждает Европу, что если санкции не будут сняты с банков, то Россия повернется в сторону Китая. Почему Греф с вопросами сугубо внутренними обращается к иностранцам? Зачем упоминает Китай, а также стоит ли избавляться от государственного участия в экономике? Об этом рассказал постоянный эксперт на кануне ТВ, экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов. Это государственная кредитная организация. Дело в том, что главным акционером Дерегательного банка является Центральный банк Российской Федерации. А Центральный банк Российской Федерации имеет особый статус. Причем такой статус, который дистанцирует его от государства. Я думаю, Греф понимает правовой статус Дерегательного банка. Вполне вероятно, что он участвует в формировании таких ложных представлений о Дерегательном банке. Другой вопрос, а почему, собственно, такие заявления доносятся из Германии? Зачем Греф припомнил Китай, альтернативы которому при сохранении санкций у нас якобы нет? Все просто. Жалко терять выстроенные личные интересы в Европе, уверен эксперт. Дело в том, что господин Греф не один год выстраивал свои особые отношения с Европой и Западом. И поэтому, конечно, для него это очень обидно, если все эти его разводки, они окажутся честными. Я даже как-то говорил, что у умного на уме, то у Грефа на языке он иногда запускал какие-то откровения. Одно из этих откровений, что он не хотел бы порвать отношения с Западом, потому что, как говорится, ему еще жить. И намер был такой, что его интересы после работы в Бирбанше, они находятся именно там. Греф работает против России. Я думаю, что этих основных признаков достаточно для того, чтобы Следственный комитет внесся выявлением каких-то визуков. Что же касается так называемой приватизации, то эксперт уверен, сейчас не время для этого по нескольким причинам. Более того, Сбербанк надо наоборот национализировать. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова